В Армении формируется неонацистское движение. Такое, пожалуй, возможно только в Армении. Группа лиц, осужденных за тяжкие преступления, убийства полицейских и терроризм, в противовес закону и здравому смыслу выпускаются на свободу под залог. Затем эти лица, опять же вразрез всем мыслимым правовым нормам, начинают политическую деятельность, на которую не имеют прав, так как тяжкие обвинения с них не сняты и они вроде бы продолжают отбывать наказание. Вроде бы. Но то, что произошло в конце минувшей недели, показало, что нарушение законодательных и процессуальных норм – это детский лепет по сравнению с тем, что ждет армянское политическое поле в ближайшем будущем. Освобожденные члены террористической группировки «Сосна Царер» провели учредительный съезд новой, одноименной партии. После этого член правления «Воружан» Аветисян встретился с журналистами с чувством глубокого удовлетворения. Аветисян, сделав пару комплиментов Николу Пашиняну и его революции. Поведал, что его партия намерена участвовать в парламентских выборах. По традиции, Аветисян потребовал выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, заявил о необходимости инвентаризации и пересмотра всех армяно-российских договоров, вплоть до Московского и Карского. Ну и, конечно, договора об СНГ, досталась также российской базе, олигархам и бывшим властям. На этом, скажем так, вступительная, церемониальная часть завершилась. И началось самое главное. То, от чего у граждан Армении должны бы встать волосы дыбом. Потому что случившееся 29 сентября – это тревожный сигнал, говорящий о вступлении на политическое поле страны реально нацистской партии. Член правления Аветисян сказал. Национальное государство, лишь при помощи которого, армяне смогут реализовать весь свой потенциал и придать целостный вид территории своей деятельности армянскому Нагорью. Но и все в таком духе. Слова представителя террористической группировки звучат вроде бы невинно. Но они не более невинны, чем невинность крокодила. Что обещает новая партия, созданная, напомним еще раз, зэками, осужденными за тяжкие преступления, но почему-то гуляющими на свободе, вместо того, чтобы отбывать свой срок, она обещает им армянское Нагорье. Не фигурально, а практически. Это часть программы новой партии, к реализации которой она призывает армян. Если кто не в курсе, сообщаем, что к армянскому Нагорью армяне относят ныне занимаемую ими территорию, территорию Турции, северо-западную часть Ирана, юг Грузии и запад Азербайджана. Аветисян и в его лице террористы призывают армян придать целостный вид территории своей деятельности, армянскому Нагорью. Что это как ни призывы к агрессии и аннексии чужих земель во исполнении болезненной мечты армянства о Великой Армении. Аветисян, конечно, понимает, что ни ему, ни его праправнукам дожить до реализации этих нездоровых фантазий не удастся. Но зато подобные лозунги могут позволить партии сколотить электорат из зомбированной и страдающей маниями части армянского общества. Мания величия, мания национальной исключительности, некой вселенской и цивилизационной миссии армян достаточно глубоко внедрены в сознание армянских масс. И хороший гипнотизер вполне может сыграть на этих низменных чувствах. Не менее занимательно было и выступление руководителя исследовательского центра Модус Вивенди, бывшего посла Армении в Канаде Ара Папяна. Мечта Папяна, чтобы эти террористы стали в регионе знаменосцами свободы народов, не имеющих государства. Речь идет о тех народах и этносах, которые армянские националисты пытаются использовать в своих играх против соседних государств с целью их развала и получения их территорий. Нет, Папян не обещает этим народам каждому по государству в качестве награды за услуги. Ничего подобного, Папян обещает им райскую жизнь в составе армянского гипергосударства. Вопрос территориальной целостности республики Армения можно будет решить только, когда эти народы без государств вместе с армянской государственностью начнут борьбу, потому что у нас общие интересы. И мы сумеем создать на Среднем Востоке армянское государство, которое станет примером для всех этих народов, а также реализатором их прав, пообещал Ара Папян. Армянский деятель открытым текстом призвал к терроризму и сепаратизму малых народов соседних стран против государств и титульных наций, утверждая, что у них с армянами, вроде, общие интересы. То есть Папян предлагает армянству не париться, а подождать, пока эти малые народы сделают все за них. А армянам придется просто войти и установить границы там, где посчитают нужным. От моря до моря, конечно. Как пишет издание ШЭМ. ЭМ, в Армении впервые в мире учреждена партия профессиональных террористов. Армянское издание констатирует. Как бы там ни было, партия уже учреждена, Министерство юстиции зарегистрирует ее, плюнув на право, нравственность и здравомыслие. Нормальные же люди в Армении и в мире констатировали, что в Армении впервые в мире учредилась партия террористов. Нужно ли было это армянскому народу? Разумеется, нет, пишет сайт. Так что у армянских националистов появился еще один повод для гордости. Они снова стали единственными и неповторимыми. Теперь у них есть националистическая, террористическая и нацистская по сути партия во главе с лицами, которая готова убивать полицейских, мешающих им взламывать сейф, а потом называть все это восстанием против властей и оправдывать идеями Великой Армении. Субтитры создавал DimaTorzok